Привет! Все вы знаете, что выполнение квестов в этой игре неэффективно с точки зрения получения опыта. Поэтому я расскажу о пяти местах, которые наиболее эффективны для фарма опыта, на мой взгляд. Первый метод я рекомендую игрокам, чей уровень не выше 10. Для начала нам нужно прийти в вуз для того, чтобы получить там двух помощников по квесту. Затем идем на соседнюю локацию. Мы будем фармить там тараканов. Это можно было бы делать и возле Силосии, но здесь ходит меньше игроков, соответственно будет меньше помех. И в случае смерти помощников идти за новым не так далеко. Не забудьте взять с собой бинтов и еды. Чем больше вы возьмете припасов, тем дольше вы сможете стоять на фарме. Придя на локацию, нам нужно найти точку спавна. Она находится в левой части. Суть метода в том, что у жуков не так много здоровья и у них маленький урон. Соответственно наши помощники могут запросто с ними справляться. И благодаря ним мы получаем по сути двойной урон. То есть мы можем убивать двойное количество жуков. За одного жука дают кажется 43 единицы опыта. За волну смело можно брать по 10 жуков. Чем выше ваш уровень, тем больше жуков вы сможете убивать за волну. Ваши помощники должны стоять в стороне от вас, для того чтобы вы принимали основной урон и вам не приходилось прерываться на восстановление ваших помощников. В этом месте мы запросто сможем получать от 42-45 тысяч опыта в час. Следующее место находится близ Сеосии и для фарма на нем нам потребуется экипировка получше. Вы ж знаете где ее достать, не правда ли? Оставляем наших батраков в Сеосии, в бою они бесполезны, а как сумки сгодятся в самый раз. Возьмите с собой бинтов побольше, в этот раз противники будут посерьезнее, чем тараканы. Также помимо опыта, этот метод вам принесет немного денег, если продавать предметы выпадающие с мобов. Вот собственный спаун возле этого дерева. Ходим влево и право. Берем на себя не более 2-3 мобов за волну. Не думая, что новичок больше потянет. Лично я фармил здесь опыт, когда только начал играть и стоял здесь до 7 уровня. Я продавал трубы, продавал квестовые предметы выпадающие с этих мобов. Также продавал мясо, которое с них нередко выпадает. В этом месте вы сможете фармить от 36 тысяч опытов в час. Следующий метод известен всем. Это спаун около фермы на локации 5.2. Я рекомендую идти сюда после 10 уровня. Хотя сам я пришел с 7. Приходите, становитесь около кактуса и спауните столько мобов, сколько вам будет комфортно выносить. Лично я на 10-15 уровне мог выдерживать до 5 мобов за волну. Скажу одно, при спауне не более 3 мобов за волну, количество выпадаемых бинтов будет запросто покрывать расходы ваших бинтов. И вы можете стоять так вечно. За час у вас будет выходить около 50 тысяч опытов. Следующее место фарма это лаборатория. Количество получаемого здесь опыта, конечно, намного больше, но и доступ сюда открывается только после 15 уровня. За одного убиваемого робота вам будет даваться 1000 единиц опыта. А также в помощь вам дается 2 робота ассистента, если у вас нету своих. За волну можно убивать по 4-5 робота. Лично я предпочитаю фармить в коридоре второго помещения. Здесь не спавнятся мобы, которые атакуют нас на расстоянии. Фарм таким образом принесет вам около 250 тысяч опыта в час. Я мог разогнаться до 300 тысяч в час, но все зависит от вашей раскачки. Следующий метод является самым эффективным на данный момент в игре и находится в оазисе. Взгляните сколько здесь жуков. Это хорн баги. За убийство одного вы получите 2000 единиц опыта. Найти таких вы можете в любой его локации правой части оазиса. Фармить их вы можете с двумя сейфами или же с сейфом и ганером, что наиболее эффективно, но менее удобно. Обязательно используйте при фарме бензопилу, а также берите как можно больше топлива. Это значительно ускоряет вашу прокачку. Для того, чтобы убивать жуков максимально быстро, вам надо прокачать ловкость и силу. Фарм таким образом приносит обычно игрокам от 400 до 500 тысяч опыта в час. Но все опять же зависит от вашей прокачки. Лично я мог фармить и по 700 тысяч. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, если видео было для тебя полезным. Увидимся позже. Субтитры сделал DimaTorzok